Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео хочу показать вам первую часть своих пустых баночек за декабрь. Не могу сказать, что баночек у меня накопилось очень много, но я уже спешу с вами поделиться и побыстрее их выкинуть. Первое, что хочу показать, это средство из серии Домфоберлик для мытья посуды, концентрированное с биоэнзимами и с ароматом яблока. Она по-прежнему подходит для возраста 0+, но в отличие от предыдущих, она имеет усиленную формулу против стойких и жировых загрязнений. Поэтому, если вы пробовали предыдущие средства и, может быть, их больше не покупаете, потому что супер жирную посуду средства не очень хорошо мыли, то попробуйте вот эту новинку, она вам совершенно точно понравится. Средство, конечно же, экономичное, я его не развожу, использую так. Маленькой капельки на губку хватает, чтобы действительно помыть много посуды. И аромат потрясающе натуральный, пахнет действительно яблоками, причем не какими-то там покупными, а именно которые собираем в собственном саду. То есть, очень классный аромат натуральный. Здесь 500 мл, артикул 11-194. Поэтому, кто еще не пробовал, очень рекомендую к покупке. Следующее, что у меня закончилось, это шампунь для всех типов волос, ягодная фантазия из магазина Фикс Прайс в объеме 400 мл. Здесь нам обещают восхитительный объем и блеск ваших волос. Ну, я не знаю насчет объема, но то, что после применения этого шампуня волосы блестят, это совершенно точно. Шампунь волосы хорошо промывает до скрипа, но при этом волосы не мочали, не превращает в солому. Ну, безусловно, я всегда использую после какой-то бальзам, мама использует просто какой-то спрей. Но, в общем, шампунь нам понравился. Он прозрачный, такого розового цвета и пахнет очень натурально ягодами. Отчетливо здесь чувствую малину и красную смородину. Прям такой натуральный, натуральный аромат. Вот, поэтому я даже, знаете, когда доставала эту упаковочку, я в комнате как-то было, ну, я не зажигала большой свет, вытащила, понюхала. И я вот сразу ощутила, что пахнет малиной и красной смородиной. И уже потом только посмотрела на этикетку. Вот, поэтому классный шампунь. У меня есть еще один в запасах. И если еще увижу Фикс Прайс, обязательно покупку повторю. Следующее, что у меня закончилось, это гель для душа от Avon Senses. Восхитительный сад. Малина, яблоко и черная смородина. Вы знаете, действительно хороший гель. Ну, во-первых, сама упаковка, она украшала ванную комнату. Во-вторых, ну, в общем-то, свойства этих гелей, думаю, известны, если не всем, то многим. Гели густые, экономичные, хорошо пенятся, хорошо очищают кожу, смываются с кожи тоже хорошо. И, в общем-то, ее не сушат. По аромату из бутылочки я прям вот отчетливо как бы ощущала малину, яблоко, черную смородину. Все как заявлено. Причем вот прям разделяла эти нотки. Вот. Когда наносила средство на губку, я уже чувствовала такой, знаете, аромат вот компота, который мне тоже очень нравился. Он такой яркий. Вот. Но когда я уже смывала его с тела, тоже все было очень приятно и классно. Но я не ощущала, знаете, вот мне не хватало яркости аромата. Это вот единственный, пожалуй, минус всех этих гелей, что при смывании как-то вот яркости лично для меня не хватает. Но если я решу повторять покупку гелей от Avon Senses, то, пожалуй, этот гель я повторю точно. И, кстати говоря, недавно у одного блогера, по-моему, ее ник Ольга Мэйли, как-то так. Я просто честно боюсь соврать. Вот. Я видела, что она показывала как-то, как проще открывать вот эти вот упаковки. Ну, в общем, как-то она показывала, что их нужно повернуть вот так вот слегка. И тогда крышечка открывается легче. Вы знаете, действительно, попробовала, крышка открывается намного легче. Но все равно, конечно, это жесть. Гели густые, но здесь вот у меня уже довольно-таки жидкая консистенция, потому что я туда немножко воды наливала. Так как уже вот когда здесь вот столько осталось, уже извлекать средство было тяжело. Следующее, что у меня закончилось, это из серии Дон Фаберлик. Мыло для кухни, устраняющие запахи с цитрусовым ароматом. Ну, в общем, потрясающее средство. Я его постоянно повторяю и показываю в покупках, в пустых баночках. В общем, оно отлично справляется со своей задачей, устраняет запахи. И руки мою, кстати, средства руки не сушат. Посуду мою, разделочные доски, ножи. Стираю в стиральной машинке кухонные тряпки, постельное белье своей собаки. Для этого у меня, ну, вот я 15 раз нажимаю на эту помпу, вот, чтобы этот средство выдавить вот туда, куда наливают стиральный порошок. Вот, средство отлично удаляет запахи, отстирывает, в общем-то, белье. Никаких претензий нет. Также клетку для хомяка мою, плюс свое белье иногда стираю, когда по раздолбайству забываю его вытащить из стиральной машинки. Так что это незаменимый помощник. В принципе, если мыть только руки и, не знаю, там, разделочные доски, например, еще что-то, то есть вот так использовать, то средство очень экономичное, его хватает месяца на два, на три. Ну, сейчас оно у меня уходит быстрее, потому что я его использую везде, где только нужно устранить запахи. Вот, поэтому рекомендую к покупке. Мне, в принципе, нравятся все ароматы. Единственное, вот это с цитрусом, вот эта конкретно баночка, в общем, там был аромат какой-то, не знаю, грибов, лисичек. Но сейчас я купила еще одну бутылочку, и она уже пахнет нормально цитрусом. Короче, рекомендую к покупке, очень классно. Следующее, что у меня закончилось, ну, это, как, в общем-то, всегда, тоник очищающий для лица, для всех типов кожи вербена. Кстати, у этого средства, артикул, я забыла сказать, 11204, и здесь 300 мл. Вот, здесь же артикул, 0801 и 150 мл. Вот, классное средство, классная, красивая баночка, пахнет такой лимонный вербеный. Я никогда не смываю это средство с лица, то есть просто протираю, потому что пленки никакой не остается, поры не забивает, мне нравится. И кожа, знаете, улучшает цвет лица, прям, очень классно, постоянно пользуюсь. Ну, а цвет такой розоватый, ну, здесь, наверное, уже, да, ничего не осталось. Вот, очень классно пахнет, и постоянно, уже давно пользуюсь, и мне вообще не надоедает данный аромат. Кстати говоря, ссылка на регистрацию в Фаберлик будет под видео, так что проходите, регистрируйтесь. Это займет не больше 5 минут, ну, если это вас заинтересовало, конечно. Регистрация бесплатная, и, делая заказы, можно получать подарки. И первый подарок вы получите за 1 рубль, и за баллы, кстати говоря, которые там копятся, можно брать, например, за 15 баллов. Вот такой тоник совершенно бесплатно. Следующее, что у меня закончилось, это от Ифраше. Вот такой спрей для облегчения расчесывания волос с ароматом липы. Ну, в общем, это не первая пустая баночка, нам с мамой очень нравится. Такой натуральный аромат липы, но, кстати, на волосах не остается. Волосы не утяжеляет, не грязнит. Несколько пшиков, и волосы отлично расчесываются, как короткие, так и длинные. Здесь 200 мл. Действительно, очень надолго хватает, где-то месяца, наверное, на 3, на 3-4. Поэтому, в принципе, несмотря на высокую цену, покупать вполне даже можно. Ну, больше у него никаких заявленных свойств нет, просто облегчение расчесывания. Далее у меня закончился гель для стирки Велор, для цветных тканей. Он подходит и для ручной, и для машинной стирки. Покупаю его всегда в магазине Фикс Прайс. Здесь объем литр, имеет приятный аромат, хорошо выполаскивается, хорошо стирает белье, справляет, в общем-то, с загрязнениями. Поэтому мне очень-очень нравится. Покупку постоянно повторяю, и буду повторять дальше. Следующее, что у меня закончилось, это вот такое Саше из магазина Фикс Прайс. Гринфилд Манго. Ну, это средство для ароматизации белья. Вот в таком пакетике. Такое Саше, которое кладется в постельное белье. Ну, думаю, многие знают. И мне очень нравится аромат Манго. Он довольно-таки яркий, но очень-очень вкусный, очень приятный. Даже, знаете, мне немножечко напоминает аромат масла для тела от Бодишоп. И мама еще себе всегда берет такое с черной смородины. В принципе, месяца на два мне хватает такой упаковочки. Аромат вот стоит на всю гардеробную. Следующее, что у меня закончилось, это вот такая зубная паста от Фаберлик. Лечебные травы. Здесь написано, что это кислородная профилактическая паста для всей семьи. Зверобой, ромашка и Иван-чай. 75 мл. Артикул 2255. Ну, в общем, меня изначально привлекла, конечно же, красивая такая серебристая упаковка с ромашкой. Очень классно смотрится. Зубная паста имеет зеленоватый такой салатовый оттенок. Очень вкусно пахнет действительно травами и мятой. Она не термоядерная, но при этом достаточно освежает хорошо. По крайней мере, мне освежающего эффекта хватало. Неплохо пенится, неплохо очищает. Поэтому покупку буду повторять. И, кстати, появилась сейчас новинка с легким, таким, бережным отбеливанием. Но, как мне показалось, что эта паста, хоть здесь и не заявлена, тоже имеет небольшой отбеливающий эффект. Далее, не закончилось, но выбрасываю средства от Фаберлик Эйрстрим. Ночной крем восстановления и коррекция для жирной комбинированной кожи 0,2-13 артикул и 50 мл. Оно у меня даже вот зафольгировано, я его не открывала. Мне это средство досталось по стартовой программе, но кожа у меня не жирная, не комбинированная. Она нормальная. Поэтому я им пользоваться не стала. Ну и закончился срок годности. К сожалению, у меня такой есть нитной крем, с которым полный порядок. И оно, как бы, пошло в конкурс, потому что оно абсолютно хорошее. А вот данное средство выкидываю. Честно говоря, даже сейчас попыталась снять фольгу, но что-то у меня не получилось. Вот. А так, эта серия хорошая. У меня был какой-то мусс для умывания. В общем, неплохой тоник тоже пробовала. Далее закончилось у меня эфирное масло лаванда. Покупала его в магазине Озон. Это производитель Санкт-Петербург. Ну, что хочу сказать. Отзывы на него были не очень хорошие. Я, пожалуй, согласна. Вы знаете, вот так на первый взгляд пахнет лавандой. Если вот так вот один раз вдохнуть, вроде бы действительно лаванда и лаванда. Но там всё-таки есть какая-то посторонняя примесь, какая-то посторонняя нотка. И мне не хватало в связи с этим ароматерапии. То есть я каждый вечер на подушку несколько капель и, в общем, такой хороший сон. Но здесь мне ароматерапии не хватало. Поэтому конкретно данное масло я не повторю и вам не советую. Хотя именно основная нотка, конечно, там лаванда. Но для ароматерапии этого мало. После я в магазине Озон купила вот такое масло. Оно гораздо лучше. И, в принципе, покупку я повторю. Там действительно без посторонних ароматов и пахнет лавандой. Поэтому данное эфирное масло «Радуга ароматов» я могу рекомендовать. Но есть ещё лучше производители. Следующее, что у меня закончилось, это жидкость для снятия лака без ацетона «Дамский пальчик». Покупала в магазине «Магнит». Ну и, соответственно, в «Магнит косметик» тоже продаётся. Хорошее средство. Ну, насчёт, не знаю, ацетона здесь можно поспорить. Запах самый обычный, свойственный всем средствам для снятия лака. Вот. Ну, я не знаю, для меня это не проблема, потому что я не жду, что данные средства будут пахнуть какими-нибудь французскими духами. Поэтому не проблема. Со своей задачей жидкость справляется хорошо. Лаки без всяких эффектов смывают просто с одного прикосновения. Вот с такими вот эффектами, как «Фаберлик», вот эти вот серии «Мираж». Ну, нужно, конечно, побольше повозиться. Если там какие-то уже откровенные блёстки, то посложнее. Но в целом очень хорошее средство. Бывают жидкости для снятия лака, которые хуже справляются. А вот эта мне очень нравится, поэтому теперь перешла полностью на вот этот дамский пальчик. Очень нравится. Ну, и стоит бюджетно сейчас где-то 29 рублей. И последнее, что у меня закончилось, это тушь для ресниц от «Фаберлик», «Волюм Макс». У меня она в таком синем оттенке. Артикул 52-53. Тушь мне очень понравилась. Она действительно яркая. Она реально придаёт ресницам такой вот оттенок. Ну, может быть, не такой мега яркий, но весьма заметный. В принципе, тушь такая, знаете, суховатая. Но при этом она очень хорошо наносится на ресницы, долго держится, не осыпается. И служила она мне где-то с конца зимы. Ну, то есть, вот, конечно, не год, то есть гораздо меньше, но тем не менее. Где-то, боюсь соврать, но примерно полгода я ей точно пользовалась. Почти регулярно. Сейчас вот она уже стала подсыхать. Причём, оттенок она придаёт, как если просто красит ресницы, так и поверх чёрной туши. Попадала под сильный снегопад. И когда вот снег был в лицо, и при этом никаких синяков под глазами не было. Поэтому покупку я повторю совершенно точно и могу вам рекомендовать. Вот такие были у меня пустые баночки. Если я была вам полезна, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до встречи в новых видео. Всем пока! 바�� swmit! Субтитры мальчик! Субтитры сделал DimaTor reverser!! Благотворяйте до встречи!